Чем бы вы думали о себе снимаю, об этом чуть позже. И вот недавно мы были в Турции. И вот недавно, в очередной раз, турецкая медицина мне сказала следующее. Да, Алексей, ты можешь жить гораздо дольше, чем это нужно было бы, благодаря вашей российской медицине. Потому что российская медицина мне говорит, что с моей опухолью, это называется глиобластома, я бы прожил не более, чем 14 месяцев. Но 14-месячный юбилей я отпраздновал 27 мая. После этого в одной из клиник, московских клиник, мне сказали, что я бы мог прожить 18 месяцев. Так вот, свой 18-летний юбилей я отпраздновал в Турции. И после того, как мне сказали, что у меня в принципе в голове все в порядке. Это надо понимать, о чем мы говорим и как мы лечим. То есть мы, похоже, не лечим вообще. Кстати, о том, кто мне сделал операцию. Мне ее сделал Леонид Давыдович Сак. Я ему исключительно благодарен, хотя бы потому, что в действительность только он и желал мне счастья. Сейчас я вам расскажу. Главное, то, что он сделал операцию. А вот какие там люди были, вот об этом другая история. Так вот, другие люди были. Просто, когда я лежал, я лежал вот такой закованный. Представляете, да? Вот нормальный человек, который с вами общается, был вот так закован. Ему не давали ничего делать. Вот. Девушки ходили, смотрели, как этот закованный человек ждет операции. А я сразу говорил, что, ребят, о чем речь-то идет? Я нахожусь в центре города Магнитогорска. И после этого мне сказали, Леш, а почему ты не пошел ни в прокуратуру, ни в следственный комитет? Я сказал, ну ладно, все-таки Леонид Давыдович сделал операцию, поэтому, ну ладно. Не стал бы их бить. Хотя, честно говоря, надо было их бить. Но, вы понимаете, я родился и обучался в 33-й школе. Именно благодаря этому я владею английским языком. Именно благодаря этому я знаю, где необходимо лечиться. А лечиться необходимо там, где не у нас. Понимаете, о чем я говорю? То есть, Турция вам дает возможность полечиться в 5 раз дешевле, чем это в Израиле, в Германии. И не знаю, сколько вы в Америке. Потому что Америка это самая дорогая страна. И понять-то надо. Вот. Зачем туда ехать, непонятно. Вот. Но, перед тем, как мне сделать операцию, я попросил одну девушку. И она дала мне свой сотовый телефон. Я бы сейчас эту девушку где угодно бы возносил. Я позвонил своей супруге и объяснил ситуацию, что все нормально. Потом эту девушку просто уволили. Почему? А потому что она не должна была понять, что я должен был бы жить. Потому что все те люди, которые меня заковали, они знали, что я, наверное, скоро умру. Так вот, нет. Этого не случилось и не случится в ближайшее время. Потому что у меня есть сын и потому что я всю жизнь работаю и живу для сына. И вам это понять надо. Я всегда объясняю, что все мои поездки, и это только вместе с сыном и только вместе с супругой. Потому что это главное. Знать то, для кого ты работаешь, а я живу для своего сына. Поверьте мне. Потому что в этой жизни я увидел очень-очень многое. Видел и смерть. И она была буквально рядом со мной. Одна такая смерть была в медицинской части комбината. Ну, при мне просто человек на тот свет отправили. И все нормально случилось. Правда, за это забыли у него там выдернуть аппарат искусственного обеспечения легких. Ну, так это ладно. Это же нормальное явление. Мы же все должны умереть. Вот так, по крайней мере, думали те люди, которые с нами занимались. Ну, что это такое? Мясо пришло и мясо скоро превратится в топку. Не хотелось бы мне это делать. Конечно, была бы мне возможность, но не стала это делать. Потому что за мной пришел человек, который просто избил этих товарищей. Ну, наверняка, это был не ученик 33-й школы. Вот и он ушел. Просто ушел. И правильно сделал. Потому что нельзя заковывать человека, невзирая на то, что он спокойно так же себя ведет. Потому что он понятно было бы, если кто-то еще через суд сказал заковать. Но такого-то и не было. Естественный результат. Вот. Но не будем мы об этом, потому что это не есть главное. А главное это то, что мы живем. И мы живем для вас и вместе с вами. И, конечно, я бы вам все это дело не говорил бы, но таково есть правило. Если человек накосячил, его обязательно надо наказать. Я надеюсь, рано или поздно люди, которые находились вот в этом непонятном состоянии, просто пойдут в Следственный комитет или в прокуратуру и напишут заявление. И вот этих товарищей, девочки там, не девочки, мужики, не мужики, привлекут к уголовной ответственности. Но я этим делать не стал заниматься, потому что Леонид Давыдович Сак сделал нужную операцию. Ну а сегодня мы поговорим о том, где бы можно было бы жить. Потому что понятно, да, когда цены растут, а кушать вещи необходимо. Так куда бы мы поехали? Есть, конечно, Турция, но еще дешевле. Это Египет. И вот давайте подумаем, откуда берется All-Inclusive. Ну пойло понятно. И в том месте, где они предпочитают ужираться с утра, пойло-то не в тему. Это ближе к нашей тематике. А насчет того, что вы готовы перекусить. И тут понять-то надо, что у нас, людей, которые не любят работать, включить All-Inclusive, это то же самое, что и снять с себя прибыль. В нормальных странах при дешевой пище, мясо, рыбе и печености, и это принцип благости страны, тебя принимающей. Кстати, насчет благости Египта. По сути, надо понять, что вся территория стран Востока, как и северо-восток Африки, по жизни находился под обеспечением Атаманской империи. То есть то, что вы сейчас кушаете в Турции, все тоже и в Египте. И теперь цена вопроса. И место, где мы бы вам это показали. Честно, не в каждом развлекательном сюжете есть материал об обыкновенном рынке. В нашем есть. И надо просто понять, что если в вашей жизни будет постоянно классная погода, то как же с едой? А еда-то как всегда. В 3-4, а то и в 5 раз дешевле российской. Ну и что, вы поняли, сейчас египетский фунт равен 5-6 рублям. Так что думайте сами. Один килограмм, один фунтик, 65 копеек. Пожалуйста. 16 фунтов египетских килограмм колбасы. Один фунтик 50 за килограмм. И вот этот все базар здесь, все цены намного дешевле, чем в супермаркетах, чем везде. Так что, как говорится, уже все люди, как говорится, средний класс, все здесь закупают продукты, фрукты. Один килограмм 17 египетских фунтов курицы. Вот килограмм такого мяса, пожалуйста, 19 египетских фунтиков за килограмм. В общем-то, понять надо, мы в какой-то другой стране находимся. С какого перепугу у нас все стоит офигенительных денег? Да, по сути, ведь понятен вопрос. Нам сраться не досраться до Америки. Ну и там вот такие же, практически такие же египетские цены. Но там совершенно другая зарплата. Нам, конечно, хочется понять, что 2000 долларов это круто. Но здесь хоть и не наш уровень, но и не наши цены. Кстати, насчет пендосии. Я там с трудом потратил 700 долларов. 700 долларов у нас разлетаются легко. Там крутые машины по 2-3 тысячи. А у нас... И, по-моему, мы не в ту степь залезли. Теперь про пенсии. Здесь, в Египте, цены на все, как у нас, за месяц. То есть за весь год вы платите столько, сколько у нас за месяц. Недвижимость в 3-4 раза дешевле. Ценники на то, без чего вы жить не можете, в 2-3 раза дешевле. Если вы уж хотите понять российскую речь, то спутниковая тарелка с хот-берда эту речь к вам и принесет. Теперь про акулы всякие. Ну, акул боятся в море не ходить. Но есть и самый простой вариант. Дешевый, качественный пляж. Ну, а для тех, кто хочет пляж в отеле. Чуть-чуть заплатили, с удовольствием лежите. В остальном, пенсии в 10 тысяч рублей вам достаточно, чтобы жить, а не существовать. Кстати, насчет существования. Помните, да, средиземноморскую диету? Сейчас вам будет другой результат. Вот, пожалуйста, это рыбный рынок Хургады. То есть здесь рыба намного дешевле. Тут ее, если возьмете, тут можно ее сразу и пожарить вам, так как говорится. А так здесь взять по нормальным целым домам, по своим рецептам уже что-нибудь приготовить. И чтобы до вас доехать. Да, это мороженая рыба. Как и та, что вы покупаете в наших маркетах. А по-другому не получится. Любую рыбу из моря необходимо заморозить. Но после охлаждения вы ее и покупаете, а не парится она на складах месяца, то и два. И как зайди, сам на камазах? Килограмм по 25 фунтов. И вы знаете, то, что когда-то предсказывал Мальтус, просто разбиваются от человеческую суть. Египет, по сути, то же, что и Америка. Но для Африки. Крутая армия, все круто. И бред о том, что они молятся на туризм. Туризм здесь это всего лишь 5% бюджета страны, в которой все и так круто. Но туристы приносят деньги, и почему бы им в этом деле не помочь? Вот и цены на все дешевые и даже на лекарства. Но об этом сюжет в дальнейшем. Теперь про суть вопроса. Понятное дело, что с онкологией мы боремся. И понятен результат. Сейчас во всем мире есть нормальная химиотерапия, которая позволяет вам продолжить свою жизнь. Я говорю честно, эту химию и надо пить. Значит, есть и другой вариант. Это нетрадиционная медицина. Теперь надо понять, где нетрадиционную медицину вам необходимо проесть, пропить. Дело в чем заключается? Когда я залез в интернет, по-английски, естественно, я понял еще и мысль такую. Работая исключительно на английском языке, смысла-то такого и не будет. Потому что на английском языке не так много человек и работают. Но потом я понял, что на английском языке работает половина мира. Ну, не половина мира, но примерно половина мира. Потому что английский язык, он где используется? Он используется в Индии. А Индия это почти половина мира. Ну, плюс еще там остальные вещи. И естественен вопрос. Если мы не занимаемся традиционной медициной, то что касаемо нетрадиционной медицины. Нетрадиционная медицина замечательным образом помогает сузить боль или заморозить ее. Как все это делается? А вот для этого есть яды. Всякие-всякие яды. Змеи, пчелы, скорпионы. Вот этого всего, извините, в России нет. Поэтому необходимо ехать за обследованием и лечением. И не только по традиционной медицине. Туда, где все это есть. А куда необходимо ехать? Ну, естественно, либо в Китай, либо в Индию. Я об этом говорил. Потому что китайцы мне сказали, точнее не китайцы, а индусы мне сказали, что с моей опухоли я прожил не более 2-4 лет. Я сказал, ребятки, у меня вот тут сыночек есть маленький. Он буквально со мной ходил. Вот я хотел бы, чтобы я увидел бы на своих руках то чадо, которое он вырастет. То есть мне нужен внук, естественно. Поэтому, ребятки, извините и сори. Я буду жить, пока он мне не даст этого внука. А уж потом, ну тогда уж на тот свет. И куда бы я поехал за нетрадиционными медицинскими препаратами. Я бы поехал, естественно, или в Индию, или в Китай. Чего и вам желаю. А после того, как я туда съезжу, я вам сделаю свой новый, замечательный сюжет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!